При первых симптомах туберкулеза далеко не каждый человек обратится к доктору. Кашель, мокрота, общие недомогания, многие отнесутся к этим признакам несерьезно. К тому же часто инфекционное заболевание может леть в организме незаметно для больного, постепенно снижая иммунную защиту. Поэтому очень важно периодически диагностировать туберкулез. Один из способов – микроскопия мазка. Более надежный метод выявления заболевания – просвечивание рентгена. Любой медицинский специалист требует результат флюорографии. Как правило, заболевают те пациенты, которые ведут асоциальный образ жизни, пьют, употребляют наркотики. Также группой риска являются те пациенты, которые находились в местах лишения свободной и вышли оттуда. Это группа риска. То есть здоровый образ жизни, нормальное полноценное питание, физическая нагрузка, пребывание на воздухе – это существенный вклад в то дело, чтобы не заболеть данным заболеванием. Ежегодно миллионы людей во всем мире становятся жертвами туберкулеза. Несмотря на то, что проблеме уделяется большое внимание, количество больных не становится меньше. Только в нашем городе по итогам прошлого года около 80 человек столкнулись с этим заболеванием. Большое внимание уделяется амбулаторному лечению в настоящее время, потому что неблагоприятная ситуация по туберкулезу имеет таких самых важных три фактора. Это прежде всего рост лекарственно устойчивого туберкулеза. Это один из немаловажных факторов неблагоприятной ситуации. Это миграция населения из тех стран, где заболеваемость достаточно на высоком уровне. И, конечно же, недостаточная может быть осведомленность населения в плане туберкулеза. Не остались равнодушными к проблеме туберкулеза и волонтеры Красного Креста. Сегодня они провели уже традиционную акцию «Белая ромашка», во время которой каждый желающий мог пожертвовать на лечение больных туберкулезом детей. Не менее важным объектом акции стал пульмаскан, в котором каждый прохожий смог пройти флюорографическое обследование. Оказалось, заинтересованных в сохранении своего здоровой брещан довольно много. Это очень важно. Это очень важно, потому что это такая коварная болезнь, что ее и узнают врачи, и не узнают. И говорят, какая-то есть прикорневая, и все такое, что они не узнают ее. Поэтому лучше обязательно проходить. Эта акция называется «Белая ромашка», потому что символ борьбы с туберкулезом – ромашка. Мы проводим, кроме того, мы собираем денежные средства на оказание помощи детям, больным туберкулезом, которые проживают в городе Бресте. И волонтеры дежурят у копилок, и также они распространяют информационные материалы, то есть повышают уровень информированности населения о проблеме туберкулеза. Мы не можем себя застраховать от болезни, но мы можем сделать все возможное, чтобы ее не допустить. Поэтому так важно иногда прислушиваться к своему организму и вовремя его обследовать.